Всем привет! Это первый урок по программированию на языке Луа для Роблокса. Как вы, наверное, знаете, чтобы сделать интересную игру в Роблоксе, нужно уметь программировать. Ну и сегодня мы попробуем какие-то азы изучить. Итак, заходим на сайт, регистрируемся, входим под своим аккаунтом, нажимаем Wait. Сейчас Роблокс проверит, установлена у меня студия Роблокса или нет. Если нет, то здесь будет кнопка, приглашающая Download Studio. Ну, студия у меня есть, нажимаем Start Creating. Вот он проверяет, установлена у меня эта студия или нет. Все отлично, она запускается. Так, браузер сворачиваем, чтобы он наш процессор не грузил. Ага, ну, нам показывают шаблоны, с которых можно начать создавать нашу игру. Ну, мы будем выбирать, пожалуй, Base Plate. Значит, такая базовая площадка, как в конструкторе. Здесь ничего нет, только площадка, по которой может бегать герой. Запустил, вот здесь есть кнопка Play. Роблокс используется самый последний, поэтому здесь кнопки уже новые, не такие, как в уроках, которые вы можете посмотреть на сайте Роблокса на английском языке. Ну, это и хорошо. И аватарки, вы видите, что уже нового типа доступны, которые более похожи на людей. Итак, останавливаем. Для создания, для программирования, мы должны куда-то написать нашу программу. Что нам нужно сделать? Нажимаем кнопку View. Включаем Explorer. Справа появился. Включаем Properties, свойства. У вас, возможно, это будет в другом порядке, одно над другим, но это совершенно не важно. Так, что еще нам нужно? Нам нужен вывод. Вывод, где мы будем печатать текст. Так, для того, чтобы создать первый скрипт, в нашей игре мы должны выбрать вот здесь, в Explorer, Server Script Service, Insert Object, добавить скрипт. Вот появился скрипт. Сразу в нашем скрипте появилась первая строчка. Можно протестировать, как он работает, этот скрипт. Он должен вот в этом окошке, вывод, для вывода текста, напечатать Hello World. Ну, отлично, все напечаталось. Игра работает. Так, давайте попробуем. Русский язык у нас поддерживает Roblox. Я думаю, что все будет хорошо. Но, когда будете делать свою игру, старайтесь все-таки делать ее на английском языке. Если хотите, чтобы в нее поиграло большее число людей. Так, ну, отлично, видите, приветище напечаталось. Ага. Так, что такое принт? Принт это функция. Функция, которая выводит в окошко вывода какой-то текст или данные. Можно напечатать, например, какое-то число. Принт. И у нас здесь выведется это число. Давайте что-нибудь еще напечатаем. Принт. Кстати, в скобочках мы должны указывать то, что мы хотим напечатать. Видите, в начале в кавычках был какой-то текст, без кавычек число. А здесь давайте попробуем выведем, выведем. Так, выведем информацию о вот этой серой площадке. Где эта серая площадка находится. Так, Workspace это. Вот этот Explorer показывает нам как бы набор папок внутри нашей игры. Что в чем хранится. Вот есть такая папка Workspace. Это как бы рабочее место, где у нас хранятся данные по камере, которая снимает игрока. Terrain это какая-то земля, холмы и так далее. Вот у нас Baseplate основание. Так, никаких терраинов и камер мы не будем менять. Все пока по умолчанию. Baseplate. Так, как же напечатать вот эти данные? Чтобы добраться в эту папку, нужно напечатать так. Game. Дальше видите, идет подсказка. Можем печатать первую букву, но здесь с большой буквы. Workspace. Точка. Baseplate. Так, ну давайте теперь запустим, посмотрим, что у нас выведет. В окне вывода. Ну понятно, имя нашего объекта вывелось. Baseplate. Отлично. Ничего интересного. Так, ну вывод на экран. Это может быть не так интересно. Давайте попробуем что-то изменить. Давайте попробуем программно в нашей программе изменить. Изменить цвет нашего, нашей вот этой вот Baseplate. Так, где цвет находится? Давайте поищем вот он. В Appearance есть цвет кирпичиков. BrickColor. Вот это вот кирпичики наши Brick. Но это по аналогии с Lego. Там эти Bricks. И написано, что цвет здесь Darkstone. Мы можем выбрать любой цвет. Например, давайте красный. Ну, это мы цвет выбрали из редактора, без программирования. А если мы хотим Baseplate. BrickColor пишем. BrickColor. BrickColor присвоить. И есть такая функция BrickColor. Можно выбрать уже из каких-то готовых. Видите, у меня есть подсказки. Но здесь небольшой список цветов. Давайте пусть зеленым станет. Вот. Вы видите, что мы в редакторе сделали наше поле красным. А в программе мы хотим его сделать зеленым. Green. Давайте запустим, посмотрим, сработает или нет. Если сработает, я подскажу, где взять, где программно можно узнать название всех цветов. Да, все отлично. Сработало. Видите, поле стало зеленым. Как я и просил. А если мы хотим сделать его так. Я останавливаю игру. Так. У нас в Roblox. Есть для разработчиков такой сайт. Подраздел для девелоперов. В нем есть API Reference. Где есть подсказки по разным функциям. По разным. В данном случае тип данных. Про это я, конечно, позже расскажу. Что такое тип данных. Ну, давайте посмотрим, где можно узнать цвета. Коды для этих цветов. Вот все. Как здорово сделано. У каждого цвета есть свой код. Значит, вы можете цвет задавать его числовым кодом. Например, давайте попробуем цвет NUGA. У него код 18. Код 18. Вместо Green мы должны тогда писать New. И в скобочках написать номер того цвета, который нам нужен. Давайте посмотрим. Если все нормально, то попробуем выбрать цвет. С помощью его названия. Да. Вот NUGA. Получилось. Отлично. Так. Как там NUGA пишется? Ну, или давайте сразу же не NUGA. А возьмем какой-нибудь... Какой-нибудь... ЖО. Так. Не знаю, как-то цвет на русский язык переводится. Но, тем не менее. Вместо кода цвета мы в кавычках напишем его название. И посмотрим. Должен быть какой-то желтоватый цвет. Угу. Все получилось. Отлично. Так. Что же дальше? Угу. Дальше давайте попробуем, кроме цвета, что-то еще изменим в нашей площадке. Кстати, для того, чтобы не писать каждый раз вот такое длинное слово, мы можем сохранить ссылку на нашу площадку в переменной, чтобы много не печатать. Создаем переменную. Пишем LOCAL. LOCAL, например, BP, Baseplate, присвоить. И вот такое вот длинное слово. Теперь мы можем написать, например, вместо Baseplate мы можем писать BP. Давайте попробуем. Сработает так или нет? Конечно, должно сработать. И вообще старайтесь упрощать себе работу, чтобы не писать много текста. Да, все отлично работает. Так. Что теперь можно сделать еще с этим BP? Давайте посмотрим, что у нас есть у Baseplate. Итак, есть интересный такой параметр. Прозрачность. Если в нем transparency, если в нем у нас 0, то наша площадка полностью не прозрачна. Ну вот я двигаю бегунок, и видите, она начинает просвечивать. Мы видим облака сквозь эту площадку. Так, ну понятно, вручную мы можем какое-то задать значение. А если мы хотим программно? Программно сделать наполовину прозрачным. BP. И пишем transparency. Мне подсказывает вот этот property. Так, ну и давайте. Если от 0 до 1 можно вводить, то серединное значение будет 0,5. 0,5 можно здесь писать без 0. Вот так, точка 5. А можно 0 написать. Никто вас ругать не будет. Я стараюсь писать с нулем. Так, ну давайте запустим. Посмотрим полупрозрачным у нас или нет. И перейдем. Идем к функциям. Да, видно, что у нас облака стали просвечивать сквозь нашу площадку. И все работает. Про переменные нужно рассказать еще. Чтобы объявить переменную, это такой ящичек, в котором можно хранить значения. Числа, строки, ссылки на какие-то функции или объекты. Для объявления переменной нужно писать local, потом придумать ее имя, желательно английскими буквами. Например, май. И давайте туда занесем какое-нибудь число. Май равно 888. Теперь, если я буду где-то писать май, например, напечатай май, принт, в скобочках пишем май, что напечатается? Напечатается то, что находится внутри этого ящичка, внутри переменной май. Ну, я уверен, что все сработает. Но, тем не менее, у нас на экране сейчас, вот в этом окошке, должно 888 появиться. Все отлично. Так, ну, также мы можем присваивать в май 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 какие-нибудь строки. Или мы можем присваивать, вот смотрите, local.bp, мы здесь объявили точно такую же переменную. bp. Вот. Так. Ну, смотрите. Вот наш скрипт, наша программа. Она выполняется строчка за строчкой. Последовательно. Сначала вот эта строка, потом это, потом это, потом это. Если мы хотим во многих местах нашей программы сделать один и тот же, ну, как бы, если мы не хотим печатать много повторяющегося текста, мы можем создать функцию. Это функция, которая будет, которую мы сможем назвать каким-то именем, и мы ее сможем вызвать в нужном месте нашей программы. Сколько угодно раз. А можем и в нескольких местах нашей программы вызывать. Давайте сделаем функцию. Чтобы определить функцию, это уже у нас к концу урок подходит. Мы должны опять написать ключевое слово local, потом пишем local function. Так, local function. Придумаем имя. Сделай наш baseplate красный. Make BP red. End сам автоматически подставился. Видите, все ключевые слова, зарезервированные, языка Lua, они красным цветом здесь подсвечиваются. Так. Ну, давайте вот этот текст перенесем сюда. Давайте я даже сотру лишнее, чтобы чистая была программа. Так. Как сделать красный цвет? Можно написать вот так. Red. Скобка-скобка. Этот убираем. Можно сделать... Так. Ну, прозрачность пусть у нас 0.5 тоже остается. Давайте запустим, посмотрим, что у нас произошло. Я вот не помню у нас. Так. Ну, это неправильно. У нас проблема в том, что наш baseplate... Итак, мы задали ему цвет красный. Поэтому, даже если что-то и произошло... Так, пусть у нас будет в редакторе, не в программе, а в редакторе мы задали синий цвет. Давайте теперь запускаем нашу программу. И при запуске наш baseplate запустится программа, наш скрипт. И она должна окрасить все в красный цвет. Так, ничего не произошло. Почему? Останавливаем, смотрим. Мы функцию описали. Она где-то хранится в памяти нашего Roblox. Но мы ее должны теперь вызвать. Вызвать, чтобы она сработала. А чтобы ее вызвать, нужно написать ее имя. Так. Написать ее имя. И написать скобка-скобка после этого имени. Все. После этого эта функция вызвается. Если мы сделаем вот так... То она вызовется три раза подряд. Но так как у нас действия одни и те же. Покрасить в красный цвет наш baseplate. И сделать его полупрозрачным. То мы не увидим разницы. Один раз мы ее запустили или три. Но в наших играх в будущем, конечно, это все будет играть роль. Давайте смотрим. Да. Красным цветом окрасилось. И полупрозрачный стал. Полупрозрачный стал baseplate. Так. Что еще можно сделать с этими функциями? Их можно описать. Потом можно вызвать сколько угодно раз. Некоторые функции уже встроены в Roblox. Помните, мы использовали функцию печати. Давайте сделаем я красная. Давайте запустим. Посмотрим, что изменится. Я внутрь функции, в описании функции, добавил строчку я красная. Да. Все окрасилось в красный цвет. И напечатался текст я красная. Как я и ожидал. А что если мы хотим вызывать эту функцию, но чтобы текст писался всегда разный? Мы можем добавить сюда функцию, в нашу функцию параметры. Параметр, например, мы назовем его сообщение. Вместо этого message мы его напечатаем в принте. Как в этот параметр положить текст? Вот этот параметр, он в принципе создает, по сути является как бы переменной. То, что находится в этом параметре, то находится в переменной с названием message. Итак, при вызове функции, если мы передаем параметр какое-то значение, например, Hello. При вызове функции, наш роблокс в своем языке LOA найдет функцию с таким именем. Вот видите такое имя? Вот она подсветила мне, кстати, это имя. Удобно в этом редакторе. И внутрь переменной message будет положено значение текстовое. Hello. Когда дойдет при выполнении нашей функции до своей третьей строчки, printmessage, она напечатает то, что лежит внутри переменной message. Давайте привыкать называть это не переменной. Будем называть это параметром. Если что, посмотрите мои уроки про функции, про переменные и разберетесь. Просто я думаю, вдруг этот урок кто-то посмотрит первым. И заинтересуется языком LOA. И тогда он посмотрит другие уроки. Так, вот мы вызвали первый раз с таким параметром. Теперь с таким. Давайте посмотрим. Должно появиться две строчки. Да, все отлично. Hello, привет. Так, ну на этом мы, наверное... А, ну кстати, если мы здесь передадим не строку, а число, то у нас число тоже напечатается. Для языка LOA, неважно, какой тип значения вы передаете. Все отлично, все работает. На этом первый урок заканчиваем. Во втором уроке уже сделаем что-то интересное для игры. Потому что сейчас на игру это не похоже. Баловство. В следующий раз мы попробуем сделать движущиеся платформы. Как в играх платформер. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете, вот когда выйдет 4 урока первых по языку LOA в Роблоксе, можете заказывать какие-то темы по Роблоксу, как запрограммировать то, как запрограммировать это. Но в принципе я рассчитываю, что каждую неделю будет выходить новый урок по языку LOA в Роблоксе. И немножко после Роблокса мы вернемся к LAV 2D. Потому что это, я считаю, более серьезная такая тема. На этом я прощаюсь.